Здорово, дорогие друзья! Для меня завтрак это очень важная часть пищевой цепочки дня. Ибо 50-50, 50 на 50, пообедаю я, не пообедаю. Я работаю фрилансером, выполняю всякие разные там заказы. И бывает, что завалит так, что не успеваешь водички даже глотнуть, бутылочку открыть не успеваешь. Только сидишь, руки в масле попа в мыле, я работаю на зеле. И вот я стараюсь максимально забить свой желудочный мешочек с утра, чтобы хватало до вечера. Может быть до 10 часов вечера я даже не принимаю пищу. Да-да, не удивляйтесь, хоть жить умею вертеться, ядрён. Завтрак должен быть плотным. Вот сегодня решил поделиться с вами, друзьями, как я готовлю яичницу. Сейчас, наверное, многие выпучили глаза и сказали, да ёптать, кто ж не умеет готовить яичницу. У каждого, дорогие друзья, яичница своя, своя. И почему бы не поделиться, лишним не будет. Итак, нам понадобится чугунина, моя сковородочка. Кстати, много пафоса, гламура, да, сетевая контора, гипфил. Но на самом-то деле, ну, это чугун, да, был на неё обзор. На самом-то деле, по прошествии уж, наверное, годы я пользования вот этой сковородочкой убедился, что и не особо-то, и супер-дупер. И прилипает к ней, и не прожаривается иногда мясо. В общем, так, чугунок средней паршивости, советские были в 100 крат лучше. Итак, нам понадобится помидорец. Вот столько, ну, у меня сковородочка маленькая, поэтому и помидорец маленький, и лучка немного взявший. Вот такая мне нравится уральская колбаска, продаётся в магазине «Магнит». 109 рублей, я по акции долбанул, а так она в обычных дней 39, там, что-то такое. Но смотрите, сроки годности, в «Магните» надо всегда сроки годности смотреть. Там бывает, блин, наложат уж завтрашний, то есть не завтрашний, но вчерашним днём просроченный всё равно лежит. Ну, конечно, яишки, конечно, у меня перекрёсточные, вот. Вот, сейчас будем, так, сейчас будем делать масло вкусное, видишь, модное, но сначала нужно прогреть сковородочку и возлить на неё масло. Включил не ту комфорку, ну, ладно, переставлю, мне несложно, ёпт. Пока наша сковородочка разогревается, нарезаем овощи. Овощи обязательно должны присутствовать в вашем дневном рационе, дорогие друзья. Это витамины, витамины, они для организма всегда полезны. Вот так я вот просто нарезаю. Ну, мне так, потому что нравится, вот, просто, да, такими полумесяцами. Опачка. Берегите руки при нарезке обязательно, обязательно. Руки, они одни, потом, если что, пальца новые не вырастут, ядрёны. Вот, ну, и вот так вот лучок, вот, можно помельче даже его, вот так вот, вот, вот так вот, 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 вот. Я, как всегда делаю, сначала безмаслечную сковородочку прогрею, потом на неё уже масло капну. Можно, конечно, использовать и сливочное масло, вот, но там холестерин, да-да, не удивляйтесь. Надо немножечко убавить. Многие сейчас удивятся, это что, разве колбаса годится для жарки? Конечно, годится. Колбасочка немножко, а уж подрумянилась, друзья, я выкладываю овоща, овоща. О, как зашуршало, о, как зашуршало, ядрёны. О, как зашуршало, коглянь, а. Такая вот композиция у нас получается. Ммм, уже слюнки текут прям. Тем временем подготовим сыр. Я его уже распечатал. Кстати, я удивился, зайдя в магнит вчера, этот сыр стоит 49 рублей, друзья. Такие цены есть сейчас, нет? Не знаете? Отпишите в комментарии. Так. Ну, нахуй, тарелочка. Тёренька, тёренька. И натираем сыр. Натираем. Видно? Видно, да? Натираем. На крупной, на крупной тёрке я долблю его. Как совет домохозяйкам сейчас пойдёт лайфхак. Вот я открыл сыр, да, что с ним делать? Как его так возложить в холодильник? Да, так возложишь, он высохнет у вас за два дня. Короче, в любом есть продуктовом магазине вот такие вот пищевые пакетики. Пищевые пакетики, сокращённо ПП. Вот, пожалуйста, отрываем сюда, закладываем наш сырок. И он может уже лежать чуть ли не месяц, прям в нём в вакууме. Вот так вот. Да-да. Заметьте, дорогие друзья, какая у меня чистая плита. Да, ухаживаю его за своим кухонным оборудованием, держу всё в чистоте, в порядке, чтобы служило долго. Тем временем у нас лучок стал золотистого цвета, приятного. Помидорка тоже, посмотрите, вот особенно на этого красавца, как поджарился. Это значит, что пора производить яичную закладку. Ну, вот такие вот яички, посмотрите, в принципе, порядочного размера. Опанька. Опанька. Два, три. Опанька. Сделаю из четырёх. Опанька. Следующим этапом мы сразу после закладки яичек засыпаем сыр. Ну, я так делаю. Это я так делаю. Засыпается сразу сыр, чтобы он пропитался, чтобы он туда вниз опустился, да, и пропитался весь яиченко сыром. А если, например, после того, как уже, ну, поверху пойдёт корочка яичная, он на неё ляжет просто и будет просто поверху. А так он весь как бы будет сырной пропиткой. Это поинтереснее, друзья. Так, конечно же, солим. Конечно же, солим. Немного, немного. Достаточно. И последний ингредиент, кстати, я забыл его показать в начале, когда проводилась презентация того, что нам нужно. Вот такой вот зелень петрушки засохшей я использую тоже поверхностно посыпать лишний не будет петрушечкой. Это и для красоты, и зелень она всегда полезна. В нём содержится в зелени кератин или не кератин. В общем, что-то в нём содержится, что там полезно. Ну, и как узнать, что яичинка наша да готова? Ну, очень просто. Сырок расплавился сама, она поднаторела плёночкой такой, лёгонько заметной, да, но она есть. Вот, краешки поджарены. Видно то, что краешки... Как бы к сковородке, зараза, не прилипло. Да нет, не прилипнет, там же масло. А, ну да, точно. Ну что, время подавать на стол и дегустировать. Ну что, кто скажет, что это непитательно, пусть, опять же, поставит дизлайк Симонову. Как дополнительное оборудование я использую кофеёк и вот такой вот соусок Астория с сметаной да с грибами. Понравился, понравился. Сейчас разнообразное количество всяких разных соусов продаётся. Я как-то мимо их проходивши, да, тут думаю, дай возьму. Взял один, второй, там вот, ну, так себе, тоже 50-50, да. Но вот этот вот понравился. Бывает хороший, бывают не очень. В большинстве своём латные соусы. Кстати, это не только может быть утренним блюдом, друзья, яишенка, да. Я и на вечернюю тоже не обламываюсь. То же, с утра с яичницы начал, домой пришёл, яичницы и закончил. Ну что ж, производим первую дегустационную вкладку. Если вы кушаете, конечно, вам приятного аппетита, дорогие друзья. Я начинаю дегустацию. Мама Мия Беладонна, белиссимо!